Губернатором Ненецкого округа учреждены новые гранты для регионального бизнеса. На него могут претендовать инвестиционные проекты стоимостью не менее 50 миллионов рублей и сроком окупаемости не более 7 лет. Пациентам на гемодиализе компенсируют расходы за наем жилья за пределами округа. Заявления на предоставление компенсации будут принимать в отделение соцзащиты населения и МФЦ. Пять недобросовестных охотников привлечены к административной ответственности. Такие данные приводит Росгвардия по результатам оперативно-профилактического мероприятия «Ружье». Журналисты Северо-Запада презентовали свои проекты, рассказывающие о людях высокого возраста. Мероприятие прошло в рамках официального открытия форума СМИ, который собрал представителей из 11 субъектов федерального округа. С обзором главных событий этого дня в студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Губернатором Ненецкого округа учреждены новые гранты для регионального бизнеса. Губернаторский грант размером не менее 10 миллионов рублей будет доступен окружному бизнесу уже в ноябре. На гранты смогут претендовать инвестиционные проекты стоимостью не менее 50 миллионов рублей и сроком окупаемости не более 7 лет. При таком условии софинансирование из бюджета округа будет составлять 20%. Новый губернаторский грант рассчитан как на окружных предпринимателей, так и на представителей бизнеса других регионов, готовых инвестировать на территорию округа. Гранты будут предоставляться на конкурсной основе по результатам расчета 12 показателей. В их числе срок окупаемости проекта, чистая приведенная стоимость от его реализации, внутренняя норма доходности, привлечение работников на территории Ненецкого округа. Также учитывается бюджетная эффективность проекта, отношение среднемесячной зарплаты в рамках реализации проекта к установленному прожиточному минимуму для трудоспособного населения Ненецкого автономного округа, отношение проекта к социальной инфраструктуре Ненецкого автономного округа, либо реализация в рамках проекта социальных программ. Учитывается и качество презентации бизнес-проекта. Также грантополучатели не должны иметь просроченной задолженности по налогам или иным обязательным платежам в бюджетную систему. Перечислять сумму гранта победителю конкурса будут поэтапно на условиях софинансирования в соответствии с утвержденным графиком на основании документов, подтверждающих его собственные вложения в проект. Этот механизм позволит контролировать процесс реализации проекта при господдержке. Также предусмотрено соглашение и условия возврата полученных средств. В данном случае получатель гранта должен выплатить в окружной бюджет в случае неиспользования, линцелевого использования, кроме суммы гранта, еще и две трети ставки рефинансирования на дату возврата гранта от общей суммы. Раньше у нас такого не было. Конкурс будет проводиться один раз в год. Первый конкурс планируется объявить уже в ноябре. При этом в регионе сохранится и существующая система поддержки малого бизнеса. Гранты размером от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в текущем году уже получили 15 начинающих предпринимателей. Выплаты многодетным семьям НАУ за земельные участки не будут учитываться в семейном доходе. Соответствующее решение принято на очередном заседании администрации Ненецкого округа. Речь идет об определении среднедушевого дохода многодетной семьи, который влияет на получение социальных мер поддержки. На территории Ненецкого округа семьям, воспитывающим трех и более детей, предоставляется компенсационная социальная выплата взамен предоставления земельного участка. Данные выплаты составляют 1 миллион рублей в Наринмаре, 600 тысяч рублей в поселке Искателей и 450 тысяч рублей в селах и деревнях региона. Указанный расчет дохода применяется при определении права многодетных семей на отдельные меры социальной поддержки, которые предоставляются гражданам при условии не превышения установленного размера среднедушевого дохода семьи. В связи с получением выплаты за земельный участок доход многодетных семей увеличивается в расчете за 12 месяцев. Таким образом, некоторые граждане не попадают в такую категорию, которые могут получать ежемесячные выплаты за питание бесплатное в школе, в образовательных организациях различных, проезд на автобусе и так далее. Чтобы сохранить окружные меры социальной поддержки за семьями, администрации округа было принято решение не учитывать в перерасчете дохода семьи выплату за земельный участок. Это вопрос мы обсуждали на встрече с многодетными семьями, много дискутировали по этому поводу. В действительности, конечно, надо понимать, что эти деньги, даже компенсационный характер, который носится, несомненно, являются доходом семьи. Но поскольку мы все-таки говорим о социальной поддержке, мы приняли решение, что та выплата, которая хоть является доходом, но тоже в целом носит часть социальных обязательств округа, она не будет учитываться. Мне кажется, это справедливо, и мы это решение приняли. Соответствующие изменения должны вступить в силу с 1 января 2019 года. Пациентам на гемодиализе компенсируют расходы за наем жилья за пределами округа. Соответствующее положение о порядке размере и условиях предоставления данной меры господдержки утверждено администрацией округа. Ежемесячная денежная компенсация предусмотрена для жителей региона, которые получают специализированную медицинскую помощь методом гемодиализа в Архангельской области. В настоящее время на территории Ненецкого округа нет возможности оказания данной медпомощи, а процедура гемодиализа жизненно необходима для пациентов. В зависимости от состояния пациента, проведение гемодиализа требуется ежедневно или три раза в неделю. Жители округа, которым показано такое лечение, находятся за его пределами постоянно, поэтому часто им приходится снимать жилье. В связи с принятием новой нормы, предусматривающей предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения лицам, нуждающимся в оказании специализированной медицинской помощи методом гемодиализа. Проектам предлагается утвердить порядок, размер, условия предоставления указанной компенсации. Также проектом определяется механизм предоставления меры социальной поддержки, перечень документов, сроки рассмотрения заявления и сроки перечисления выплаты. Сумма проектом предусматривается по факту понесенных расходов, но не более 15 тысяч. При подаче заявления до 30 ноября пациентам из НАУ компенсируют затраты на аренду с 1 июля текущего года. После этой даты средства будут выплачиваться с месяца подачи заявления. Заявления на предоставление компенсации будут принимать в отделении социальной защиты населения, а также в окнах МФЦ. На сегодняшний день гемодиализ получают три жителя округа, двое в Архангельске и один в Северодунске. Полеты на все особо охраняемые природные территории регионального значения подлежат согласованию. Соответствующее решение было принято на заседании администрации округа. По словам заместителя руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАУ Сергея Чибисова, на сегодняшний день практически отсутствует контроль за полетами на особо охраняемые природные территории, что негативно сказывается на экологической обстановке. На заседании принято решение запретить посадку летательных аппаратов на всех особо охраняемых природных территориях регионального значения без согласования с Центром природопользования и охраны окружающей среды. Также согласно принятому документу на территории первого и четвертого кластеров государственного природного заказника по Ханчевске и запрещена любительская и спортивная охота. Проектом постановления предлагается запретить любительскую и спортивную охоту на территории первого и четвертого кластера государственного природного заказника регионального значения по Ханчевске. Это связано с тем, что у нас проводился мониторинг на территории округа рабочей группы по гусеобразам северо-запада. По их рекомендациям были выявлены ключевые места обитания, скопления гусеобразных. И по их рекомендации им было рекомендовано пока охоту запретить. Это касается восточной части Болванской губы и по Ханчевской губы, там, по побережью. Это фактически там массовая охота не происходит. По словам Сергея Чибисова, оба решения по охране особо охраняемых природных территориях согласованы с Минприроды России. В Ниницком округе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Ружье». Всего за пять дней сотрудники Росгвардии проверили по месту жительства 157 владельцев ружей, винтовок и карабинов. В первую очередь изучалось соблюдение требований безопасности, сохранность оружия, наличие документов и исправность сейфов. Этот экзамен сдали не все. Пять недобросовестных охотников привлечены к административной ответственности. Из гражданского оборота изъято 14 единиц огнестрельного оружия и 69 боеприпасов. В основном нарушения оказались связаны с несвоевременным продлением разрешений на хранение оружия. Напомню, что соответствующие документы должны быть направлены в Центр лицензионно-разрешительной работы не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия текущей лицензии. Теперь, чтобы вернуть себе ружья, провинившимся охотникам придется уплатить солидный штраф. Помимо этого им нужно доказать свою готовность соблюдать правила безопасности и заново пройти процедуру оформления документов. Проще всего это будет сделать через интернет-портал Госуслуги. Там действует скидка 30%. В информационном ракурсе долголетия журналисты Северо-Запада презентовали свои проекты, рассказывающие о людях высокого возраста. Мероприятие прошло в рамках официального открытия форума СМИ, который собрал представителей из 11 субъектов федерального округа. Участие в нем приняли и журналисты Ненецкого округа. 16-й форум СМИ Северо-Западного федерального округа собрал журналистов во дворце Великого князя Владимира Александровича или Доме ученых. Место выбрано не случайно, ведь когда-то здесь проходили симпозиумы, ассамблеи и другие мероприятия. Сейчас в Белом зале дворца торжественное открытие форума СМИ. В этот раз площадкой форума стал Дом ученых. И если задуматься при всей своей разнице на ученых и журналистов, во многом схожая миссия – это развивать общество и позволять развиваться каждому конкретному человеку. Конечно, журналистика сегодня – это один из ключевых институтов гражданского общества. Но если это так, то, наверное, главным критерием, а, может быть, правильнее сказать, стимулом журналистской работы является, конечно, доверие гражданам. Одним из ключевых мероприятий форума стала медиавыставка в информационном ракурсе долголетия. Журналисты средств массовой информации презентовали проекты и программы, которые реализуются в регионах для людей старшего возраста. Вологодская область – одна из 11 регионов Северо-Западного федерального округа, где тема активного долголетия широко освещается в средствах массовой информации. Например, вот уже 20 лет в главной областной газете «Красный Север» выходит рубрика «Голос ветерана». А газета «Голос Череповца» в рамках проекта «Шагай в ногу со временем» дарила своим преданным читателям палки для скандинавской ходьбы. Два интересных проекта реализуются в Новгородской области. Один из них – социальный туризм. В Карелии пожилые люди занимаются танцами, в частности фламенко, а Светлана Шлыкова на пенсии занялась рукоделием и недавно запатентовала «Карельский шарф». О своих проектах на выставке рассказали журналисты Ненецкого округа. Смело можно сказать, что активное долголетие – это проненецкий автономный округ. Арктика и вечная мерзлота позволяют оставаться бодрыми и свежими на долгие-долгие годы. Пенсионеры, или как в нашем регионе их называют, люди высокого возраста, зачастую становятся звездами экранов и попадают на первые полосы местных газет. А все почему? Потому что они ведут активную роль жизни, занимаются творчеством, рукоделием, спортом. Подтверждением сказанного стало выступление Ксении Евтиса, экскурсовод Центра арктического туризма, поделилась секретами активного долголетия. То, как я там выгляжу, частенько слышу, можно сказать, комплименты. Действительно, климат у нас суровый, холодный. Говорят, что находят земли, как на этих мамонтах, что-то они сохранил жизнь. Могу рассказать, что действительно, этот климат, наша погода, хорошо действует на нас, на долгожителей. Ну, не долгожитель еще, но первое обязательство. По-другому женщине в тундре нельзя. На ее плечах лежит установка чума, уход за домочадцами и много других обязанностей. Познакомиться с бытом ненцев Ксения Филипповна пригласила всех желающих. А заместитель у полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любови Савершаевой к следующему визиту в Ненецкий округ поручила выучить ненецкий язык. Приедете еще раз в Нарьен-Марк, в Турцентр, мы с вами поговорим по-ненецки. Я обязуюсь выучить, ну, хотя бы слова приветствия. Хорошо, хорошо. Да, да, да. Спасибо большое. После осмотра медиа-выставки заместитель полпреда провела встречу с представителями СМИ регионов Северо-Запада. В ходе общения Любовь Савершаева сказала о важности создания брендов регионов и предложила журналистам содействовать их продвижению для повышения туристической привлекательности субъектов федерального округа. Мария Владимирова, Антон Ведряков, телеканал «Север», Санкт-Петербург. Сокол прилетел за Полярный круг. Наринмар с концертной и образовательной программой посетили потомственные педагоги, музыканты и фольклористы, лидеры казачьего молодежного движения «Россия» и создатели семейного ансамбля «Сокол» Степана и Валентина Нестеровы. Послушать старинные песни и прикоснуться к казачьей культуре удалось и нашей съемочной группе. Руководители казачьего молодежного ансамбля «Сокол» Валентина и Степан Нестеровы разучивают с участниками мастер-класса старинную казачью песню. Поделиться бесценным опытом профессионалы приехали из Москвы. Ансамбль исполняет песни, былины, духовные, стихи казаков Урала, Оренбурга, Дона, Кубани и Терека. Ролики с песнями ансамбля быстро набирают популярность и собирает тысячи просмотров, сотни репостов и десятки положительных отзывов. За плечами у семейной пары тысячи выступлений на разных культурных площадках России. Например, в 2013 году Степан сыграл на балалайке и спел для президента России. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Степан Нестеров. Как бы красиво одет очень. Благодарю. Я являюсь лауреатом президентской премии по поддержке талантливой молодежи в области казачьей культуры. А вы играете на этом инструменте? Да. Можете нам сыграть? Конечно. Проходите сюда. Девочки, может, спляшет кто-нибудь? Что сидите-то? Кстати, Степан и Валентина Нестерова – потомственные педагоги. Любовь к казачьей песне они унаследовали от своих родителей. В 80-е годы прошлого века было широко распространено фольклорное движение. Мы ездили по деревням, селам, станицам, записывали. Вот как раз наши родители этим занимались и познакомились на одном из фестивалей. Мои родители, мама Валентины, тоже фольклористы. И так получилось, что родились мы уже в этой среде. Наши родители очень много привезли. И даже того, чего привезли они, мы будем петь еще долго. Потому что на данный момент даже просто в архивах хранятся огромное количество этнографий, которые никем не расшифрованы. Богатое песенное наследство, родители, талант и трудолюбие помогли творческой паре стать лидерами казачьего молодежного движения России. Ведь они не только исполняют традиционные песни, но и живут по казачьим традициям, а также передают накопленные знания всем любителям казачьей культуры. И, как оказалось, в нашем округе их тоже немало. Одна из них – музыкальный руководитель детского сада из Наринмара Ольга Князева. Во-первых, это для души. Ну и очень интересные упражнения, которые пригодятся, может быть, мне даже в работе. Поразили, да. Мы скучаем, наверное, по такому пению. Потому что раньше слышали, когда были маленькие от наших взрослых. А сейчас, к сожалению, редкое пение. Почаще бы приглашали таких артистов. Артистов-профессионалов в Северную столицу пригласил этнокультурный центр. И впервые «Сокол» прилетел в Заполярный круг. Причем не только с багажом знаний, но и концертной программой. Накануне ребята выступили на главной сцене Дворца культуры Арктика вместе с коллегами, поющей семейной парой, Порфирием Осипенко и Татьяной Елисеевой. В рамках мероприятия «Теплый вечер. Родные люди», посвященный 15-летию клуба земляков Нинецкого округа. Не для меня, святого отца, ты. На линии ручья раскрытая, на линии. Кстати, семья Нестеровых – любимые гости не только образовательных площадок, но и съемочных. Например, в 2015 году Степан с ансамблем «Казачий круг» под руководством Владимира Спунцева консультировал актеров на съемках многосерийного фильма Сергея Урсулика «Тихий дон». Такова информационная картина к этому часу. Напомню, наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.